Быть первым всегда и во всем стремится каждый из этих ребят. Из 750 дошколят были выбраны лучшие 10 команд, которые сразятся в финале городской спартакиады «Игры чемпионов». Перед началом церемония открытия. Торжественно зажигается огонь спартакиады и проносится через весь стадион. Очень отрадно, что в этом году у нас помимо ребят принимают участие родители. Родители у нас не только в группе поддержки, но теперь и в командах. И в год семьи мы вокруг детей объединяем семью. И мамы, папы будут участвовать с детьми в эстафетах, в спортивных состязаниях. Поэтому это семейный праздник. Здесь все по-взрослому. Нужно четко выполнять поставленные задачи в короткий срок. Игра командная, поэтому важно справиться быстро и не подвести товарищей. Да. Было тяжело, но мы тренировались каждый день. Как думаешь, победите? Да. Для того, чтобы выйти в финал, дети много тренировались по методикам, которые разработаны специально под их возрастную группу. В них учитывается развитие мышц и костей ребенка. Ведь важно не навредить организму, а научиться правильно распределять нагрузку. У нас есть специальные упражнения, есть разные спортивные игры. Поэтому дети их выполняют, помогают друг другу, поддерживают друг друга. Готовились серьезно, готовились целый год. Дети умнички, а они всегда смелые, ловкие, хотят победить. Поэтому хотели победу, готовимся к победе, думаем, что победим. Главные болельщики – это родители. Они ответственно готовились, учили кричалки, девизы, готовили атрибутику и, конечно, плакаты со словами поддержки для своих самых лучших спортсменов на свете. Большу всех поддерживаете дождь. И вообще самый громкий такой отряд. Расскажите, насколько важна ваша дочь рекординация? Для нее это понять, во-первых, духа, чтобы она понимала, как достигать первые места, чтобы она постоянно пыталась идти вперед. Она у нас молодец, она всегда вперед идет. В финале городской спартакиады соревновались детские сады номер 2, 35, 69, 71, 89, 91, 120, 125, 126 и 129. Сильнейшими в упорной борьбе оказались воспитанники детского сада номер 69. Дана Турта, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.